Всем привет, дамы и господа! С вами Надюфил, продолжаем прохождение нашей игрушки Козьи Гроу. Погнали к просмотру! Ну что, давай просыпайся, мой дорогой юный скаут! Дорогие друзья, у нас накануне 64 день пребывания нами на нашем призрачном острове. Ну что ж, давайте помогать нашим друзьям-призракам. А пока мы идем к Шарлотте, нажмите на паузу, напишите комментарий, поставьте лайк под этим видосом. Ну что, ребята уже сделали? А теперь погнали проходить! Шарлотта, как дела? В этом справочнике есть один странный чертеж. Если принесешь мне кое-что, можем попробовать смастерить это вместе. Как скажешь, но чуть позже. Дорогой друг Хмурфель, как дела? Как жизнь? Эти старые разбитые сердечки с маленькими трещинками. В каждой хватит места для драгоценного камня. Поможешь мне еще с одним проектом? В последний раз. Вот осколки сердечек, которые я нашел. Но я в растерянности, не знаю, что с ними делать. Нужно что-то особенное, чтобы они засияли. Что ж, мини-мастер, я буду крайне рад снова поработать с тобой. Как скажешь, пылька у нас есть. Так, дорогая Октавия, ты как с нами поболтать не хочешь? Нет, она поболтать с нами не хочет. Я ей смотрю наш капитан. А нет, он нам что-то может рассказать. Ни единая душа не уцелела. Хочешь узнать, чем все закончилось? Хм, да, обожаю истории кораблекрушения. Разумеется, этот корабль больше никогда не отправился в плавание. Он разбился о берег, и со временем волны прилива полностью его разрушили. Но в тот день я, Белуотер Нюх, капитан, и единственный уцелевший пассажир уютного парома, спрыгнул с палубы на берег. Я не знал, что невидимые духи тоже покидали судно, отдыхающие и приехавшие вспомнить свои прошлые жизни. Без парома они навсегда застрялись здесь. Я стоял на берегу, смотрел на воду и не решался взглянуть на сушу. Там ждали последние из живых медведей уютной рощи, запертые здесь из-за моей пьяной ошибки. Разношерстная компания, старый фотограф и чудак из хижины. И моя подруга лесничий, Шарлотта Пэйн. Я не мог смотреть ей в глаза после того, что сделал. Поэтому мне осталось только смотреть на море и наблюдать за чайками, кружащими в утреннем небе. Какими они были свободными. Я смотрел на них, а ледяная вода плескалась у моих ног. У меня зуб на зуб не попадал, а губы онемели от холода. Ни единая душа не уцелела. И призраки с корабля, и медведи с берега, все они остались здесь навсегда. Держи это. Отдай ей, когда придет время. Вон оно что, дорогой наш капитан. Значит, ты нам поведал о себе хорошую историю. Как все произошло. Значит, ты все-таки понял свою ошибку, что алкашка – это зло. Так, нашей дорогой дюплой помощь не нужна пока. Дорогая Валентина, как дела? Ну что, помощник? Думаю, я готов отправиться в свою первую призрачную поездку. Но прежде, хочешь услышать, как прошла моя последняя поездка много лет назад? Я голосую за. Покинув пост мэра, я стала регулярно устраивать покатушки на своей волчице. Я проезжала мимо заколочных магазинов, разрушенных фонтанов, ржавых стуй, статуй. И просто ехала дальше. Чем дольше я ехала, тем спокойнее становилось у меня на душе. И вот однажды, повернув за угол, я увидела, как Клайд Уоллес вешает на мэрию табличку. Продается. И в этот миг я снова ощутила. Такую ярость! Я помню, что слишком сильно давила на газ, и на мгновение поняла, что теряю управление. Потом волчицу занесло, и я увидела, как стремительно приближаются полные ужаса глаза Клайда. Это последнее, что я помню. Что ж, довольна воспоминаний? Ты официально освобождаешься от должности помощника мэра. У тебя получилось отлично справиться с своей работой. Гораздо лучше, чем у прошлого помощника, который служил тут много лет. Возможно, ты нравишься мне даже больше, чем Брюс. А теперь мне пора отпустить ситуацию. Вот, возьми. Мне это больше не нужно. Ооо, мотоцикл! Увидимся в городе, дружок! Ну, понятно. Так. Всё. Мы освободили нашу подругу Валентину. Шикарно! Просто шикарно! Вот это поворот! Так. Коллекции медвежьих воспоминаний собраны. Шикарно! Выполнили историю её, она довольна теперь. Жёлтенькая стала даже. Так, наша Урсула. Подруга, ты где? Как у тебя дела? Что-то ты стоишь, грустишь. Так, хотелось с утра немного поработать в саду, но мы инструменты куда-то подевались. Не можешь мне их найти, дорогуша? Как скажешь. У Хрусталин скал у одного из бесов. Хорошо. Мы пойдём в ту сторону. Патрис! Друган! Что у тебя нового? Проклятые бесы снова украли мои письма. Можешь их вернуть? Как скажешь. Так, силостной башни. У какого-то дома у одного из бесов. Хорошо. Побегаем, посмотрим, поищем. Так, дружок-пирожок нашлись. Купить ему у тебя брёвнышко прикупим. Отлично. К тебе, Шарлотта, попозже подойдём. У нас же ещё есть Пи, который с нами сегодня разговаривать не хочет. Михайло тоже не хочет разговаривать. Так. Тед. Тед-собиратель. А Тед не хочет тоже. Нам ничего не хочет рассказать. Так. Пробежимся. Тут ничего такого нету. Мы лопаточку уже нашли. Клайд, как у тебя дела, дорогуша? Повсюду хаос. И это прекрасно. Уютную рощу душат надоедливые бесы и плохие кредитные истории. Город финансово несостоятелен. И чтобы этого добиться, я даже не нарушил ни одного из трёх тысяч указов мэра. Пора. Мы заберём документы на город. Они у мэра. Она увидит надпись на стене. Ты сможешь выкупить их у неё за бесценок. А вот мы уже и выкупили. Мы уже знаем её историю. Так. Посылочка. Где-то тут. Недалеко. Вот. Отлично. Давай, 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 давай. Опа. Священный кубок. Элисон, подруга, а у тебя что случилось? У любой хозяйки должны быть запасы продуктов. А знаешь, что обязательно должно быть в запасах? Качественные суповые кости. Ух, хрустальный скал позади чего-то. Хорошо. Побегаем, посмотрим, поищем. Стоять. Да не к нему иди. Так. Конверт забрали. Так. А ты что скрываешь? Ещё одна посылочка. Шикарно. Так. Потом надо будет по пляжу сейчас пробежаться. Липери. Я опять видел тот сон. Прогромный пузырь, поглотивший всё. Что мне дорого в один хлюп. Хм. Как ты думаешь, что это значит? Мне кажется, я вижу закономерность. Хм. Можно больше не говорить хлюп? Давайте второй вариант. Да? Вот бы и мне её видеть. На этот раз, пока пузырь катился по дороге, я рассмотрел его получше. Мне показалось, что внутри у него куча вещей. Моих вещей. Мои книги, животные, мои бесценные тостеры. А пузырь всё катился и поглощал изгороди, сараи, маму, папу. А... И потом меня. Не знаю, дружище. Я предположил, что это сон. Аллегория. На те голодные годы. Когда мы потеряли почти всё, что у нас было. Но тут другое, видимо. Хм. Может, всё-таки он связан как-то с твоей смертью. Может, те голодные годы повлияли на тебя больше, чем ты думаешь. Давайте второй вариант выберем. Я что, на приёме психотерапевта? У всех бывают трудные времена. Я со своими неплохо справился. Может, сон это послание. Вроде попутного совета, к которому я не прислушивался. Это будто знак. Уберись на ферме, пока весь этот хлам не раздавил её. Ну, всё возможно, дорогой дружок-пирожок. Так. Нам осталось найти... Ой-ой-ой, надо ещё к этому сбегать. Косточку найти. Найти кость и собрать наши конверты. Так. Кость. А где кость может быть? Вот она тут, наверное. Нет, не тут. Так. Косточка. Косточка, ты где? Интересно, куда она спряталась? Кстати, сразу руду добудем. У хрустальных скал позади чего-то. У хрустальных скал. Позади чего-то. Ну, а мы заодно сейчас артефакт найдём. Вот, отлично. Вот она артефакт. О, кстати, ещё один камень в кустах лежит. Сейчас ещё руды добудем. Кусок плитки. Так. У хрустальных скал позади чего-то. А у тебя не может тут где-нибудь быть? А, вот она лежит. Косточка. Так, кость нашли. Теперь у нас остались письма. На пляже рядом с пирамидой из камней. Всё, бежим. На пляж. И поищем этого беса. Так. Здесь нету. Вот он. Ну-ка стоять. Попался, дружок, пирожок. Так, с высоким пнём. А высокий пень у нас был. Где ты? Вот он. Вот он, вот он, вот он, вот он. Стоять. Всё. Шикарно. Всем всё нашли. Ну что ж, начнём сдавать на наше задание, да? Да. Дорогой хмурфель. Держи. Посмотри на эти осколки. Дерзкий, блестящий. И грозно изогнутые. Они роскошны, правда? Знаешь, я тут возился с этими разбитыми часами с кукушкой. Я их почти починил, но кое-чего не хватает. Обычно, если не получается аккуратно соединить детали, я ещё раз снимаю мерки и начинаю заново. Но в этом случае сюда можно поместить что-то особенное. Особенное-то что? Ты не скажешь, да, нам? Ну ладно, не говори. Значит, в следующий раз мы твои часики починим. Так. Шарлотта, дорогая подруга. Этого должно хватить. Приступим. О боже, так не годится. Я что-то пропустила? Вот стыдоба. Забудем об этом, договорились? Ну как скажешь. О! Теперь у нас есть птица ещё одна. Шикарненько. Копнём чуть-чуть. Пока рядом находимся лук, это хорошо. Сразу заберём. Так, Элисон, держи. Ура, теперь у меня есть кость. Ох, я думал, это будет куриное ведро или говяжье ребро. Не знаю, какая именно это кость. Ну ничего, кулинарные эксперименты, это всегда здорово. Как скажешь. Так, копнём и побежим к нашему Клайду. Хоть бы он только нам сейчас денег накидал за всё это дело. А, у нас договор... А, ну как раз мы сейчас договор ему отдадим. Клайд, ты куда пошёл? Получилось? Так легко? Так, давай, помоги мне. Я хочу понять. Мэр всю жизнь следила за тем, чтобы уютная роща была идеальной, как с картинки. Я прихожу, начинаю модернизацию, веду не слишком уютные дела. Как и ожидалось, тяжёлые времена город не выдерживает. А в итоге никаких торгов, никаких переговоров. Мэр просто отдала документы на город. Печальная история. Но я так этому рад. Но я так этому рад. Добился, да ты всё-таки? Стервец. Добился своего. Человеку плохо на душе. Он осознал всю ошибку. А ты рад, что ты город профукал. Эх. Клайд, Клайд. Как так? Да, не думал я, что ты такой. Не думал. Так. Дорогая Урсула. Держи свои инструменты. Тебе удалось их найти? Ах, вы непослушные инструменты. А ты мне антиквариат. Обычный стимпанк. Монетки, монетки, монетки. А здесь что у нас? О, лисичка. Лисичка это хорошо. О, вот тут ещё можно тоже. А, эти грыбы к нам не лезут. Эти грыбы не лезут. Ну тогда, 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 тогда мы сейчас сдадим. А, как раз у нас сейчас три места освободится. Шикарно, шикарно. Так, тут тоже места нет. Друган, Шипатрис. Вот они, почтовая служба благодарит тебя. О, монетки. Замечательно. Так. Всё. Монеты мы подсобрали. Ну, кстати. Руду соберём. А то, что она тут? Стоит тихонечко сама по себе. Давайте, что-то, быстренько сейчас пробежимся. Где у нас ещё руда есть? Чаё быстренько подсоберём. И пойдём уже сдавать наши брёвна. Так. Птичка. Не нравится без лампа. Призрачные жутки. Ооо. Так. А у тебя чё, кстати, дорогая птичка? Птица. Не нравится обычной. Ну и всё тогда. Чё думать-то? Бах. Посадили. Птичка довольна. Мы получили значок. Всё. Шикарно. Так. Ай-яй-яй. Где тут? Артефакт. Вот. Значит, места у нас больше с вами нету. Это печально. Ну и ладно. Сейчас пойдём. Всё это быстренько сдадим. И потом я уже добегу, дособеру. Муравушка. Муравушка. Вот ещё грибочки. Так. Где там наш костёр? Сколько у меня брёвен? Четыре. Держи брёвно. Ещё брёвно. Третье брёвнышко. И четвёртое. Я понимаю, что готовы дать, но больше некому. Ну что ж, мои дорогие друзья. А у нас на сегодня с вами задания закончились. Поэтому на этом серии сегодня заканчивается. Спасибо, что смотрите мой канал. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Самое главное, не забывайте писать комментарии. Подписывайтесь на мой канал Дзенни, кому это удобно. Самое главное, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видосы. Счастья вам, здоровья, любви. А с вами был Навифил. Всем до скорых встреч, мои дорогие друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok